На днях Акимобласти Бердебек-Сапарбай встретился с учредителями ТО «Тараский сахарный завод» и ТО «Меркенский сахарный завод». Как известно, скоро в Жамбулской области должен появиться еще один сахарный завод. Поэтому глава региона встретился с руководством ТО «Киагро Холдинг», занимающийся строительством завода, чтобы обсудить текущие вопросы. В ходе совещания с руководством действующих заводов было обсуждено несколько вопросов, в том числе выплата «Меркенским сахзаводам» долгов двум крестьянским хозяйствам. Руководство завода заверило, что долг в размере 260 миллионов тенге будет выплачен фермерам до 1 сентября. Также были обсуждены сроки приемки текущего урожая сахарной свеклы, своевременные оплаты за реализуемое сырье и обеспечение полной загруженности ТО «Тарасского сахарного завода». В ходе встречи заместитель Акима области Берек Нагмашев доложил, что в текущем году был изменен договор приемки сахарной свеклы по части оплаты. Теперь «Меркенский сахзавод» будет производить выплату в два этапа – до 15 января 2021 года и до 15 марта 2021. Также увеличены штрафные санкции с 0,01% до 0,1% за один день просрочки. Руководство «Меркенского сахзавода» сообщило, что для обеспечения своевременной приемки сахарной свеклы на заводе с июля месяца начаты ремонтные и пусконаладочные работы. Строительство нового сахарного завода в Шустском районе обсуждается уже не первый год. Ранее ТОО «К Агрохолдинг» подписала с руководством области меморандума о сотрудничестве. Как отметил глава региона, свою часть обязательств областной Акимат уже выполнил, в то время как у ТОО «К Агрохолдинг» возникли трудности с реализацией проекта в связи с карантином. О текущей ситуации на объекте доложил заместитель Акима области Берек Нагмашев. Несмотря на то, что с момента подписания меморандума прошло немало времени, строительство объекта пока еще идет медленно. Судя по фотографиям, сделанным на месте, пока что никаких видимых изменений нет. Еще не утверждена смета, есть вопросы, связанные с финансами. Что касается выращивания сахарной свеклы в Шуйском районе, то и в этом направлении есть сложности, связанные с оформлением земельных участков. В свою очередь, председатель Совета директоров ТОО «К Агрохолдинг» Даурен Ирдибай заверил главу региона, что работа по реализации проекта ведется. Правда, срок сдачи в эксплуатацию завода пришлось перенести на 2022 год. А пока предприятие пытается договориться о совместной работе с ТОО «Меркенский сахзавод». Переговоры идут уже два года, но безрезультатно. Хотя ТОО «К Агрохолдинг» намерено вкладывать инвестиции в производство. Что касается обеспечения сырьем, то планировалось, что у предприятия появится 3300 гектаров орошаемых земель в Шуйском районе, где выращивалась бы сахарная свекла. Но и здесь возникли сложности. Поэтому в данный момент предприятие располагает лишь 1700 гектарами. В следующем году на этой площади и начнут выращивать данную культуру. Предприятие уже договорилось о приобретении 28 дождевальных машин для полива. Другая проблема, связанная с обеспечением сырьем, касается поливной воды. Понятно, что воды для полива нужно будет много. Поэтому ближайшее водохранилище Тасуткель необходимо значительно расширить. Также рядом строится водохранилище Иргайты. По большому счёту, нужно увеличить размеры и других водохранилищ. Тогда мы сможем спокойно планировать выращивание сельскохозяйственной продукции у себя в регионе. Глава региона обратил внимание руководства ТО «Кагрохолдинг» на необходимость помимо сахарной свёклы выращивать на своих земельных участках и другие высокорентабельные сельскохозяйственные культуры. Напоследок Бердивек Сапарбаев подчеркнул, что все рабочие процессы, связанные со строительством завода, нужно ускорить. Кулеш Умурзакова, Ханабил Хаир, 77 Ньюс.